Всегда находятся плохие люди, которые используют имя благотворительности. Благотворительность — это имя, одно из имен Господа, как будто так мне ассоциируется, потому что это благое дело. У меня есть фонд, не могу сейчас много действий сделать, потому что никто не поддерживает. Привыкли люди свои интересы искать. Это святое дело покон веков в России. И самый главный пример для меня — это святая Елизавета Федоровна. У нее тоже самый фонд, и она помогла и создала Красный Крест здесь, в России, для помощи вот этих больных и раненых. Поэтому это уже зависит от человека. Я этим занимаюсь плотно, выступаю, и своим личным собственным средством, отправляю в разных организациях, детским, нуждающим, монастырям, священникам и так далее. Я рекомендую каждый человек, чтобы он задумался на секунду. Господь дал мне для чего? Только для себя? Чтобы я хранил их и погладил их под подушку? Нет. Чтобы помог окружающим. Он дал мне талант не для себя, чтобы я дома пел, для моей матери, понимаете? Чтобы все наслаждались моим голосом. Также деньги зарабатываем. Мы должны по-братски поделить, кормить свою семью, чтобы они не нуждались. И определенная часть, не 10 только процентов. Я вам коротко расскажу. Хозяин Форда, в свое время он верующий в Америку, он 10 процентов своего дохода давал благотворительностью. Человек начал зарабатывать очень много. Сказал, это мало, потому что мне зачем эти деньги? 20 ставал. Больше стал зарабатывать, 30 ставал. Дошел до момента, что 90 процентов, то ли 80, то ли 90, своего дохода он раздал людям. Потому что куда, что мне построить? Жадность губит фраера.